большой привет всем зрителям моего канала я очень рада приветствовать вас в этом видео спасибо что заглянули я сейчас стою с пылесосом руках и это не случайно все потому что обещала вам обзор на этот пылесос выполняю свое обещание это такой ручной беспроводной пылесос pro expert v9 по заявлениям производителя это улучшенная европейская версия пылесоса сиоми это один из самых мощных беспроводных пылесосов в мире у него мощность потребления 450 ватт и также у него инверторный мотор со скоростью вращения 110 тысяч оборотов в минуту у этого пылесоса есть три режима мощности первый такой знаете как электровеник я если честно им не очень люблю пользоваться но мне нравится пользоваться именно первым режимом когда спит ребенок потому что это самый тихий режим и он действительно гораздо тише любых пылесосов которые у меня были пылесоса такого плана виде хэнд стик у меня никогда не было поэтому сравнить мне не с чем но из других вот пылесосов которые у меня были а были у меня разные пылесосы в том числе и робот пылесос также у меня был вертикальный ручной пылесос но очень тяжелый весом 8 килограмм этот тише всех работает плюс он невероятно легкий он весит всего лишь полтора килограмма рука не устает совершенно в режиме малой мощности стандартной он работает 50 минут достаточно долго но повторюсь я не очень люблю этот режим он отлично подходит именно вот знаете ночная уборка на кухне когда все легли спать я могу себе позволить при этой мощности с этим звуком пропылесосить кухню и никого при этом не разбудить я чаще всего пользуюсь вторым режимом он называется turbo режим и в этом turbo режиме пылесос работает на полной зарядке 27 минут для того чтобы полностью зарядить батарею требуется около четырех часов там плюс минус до 15 минут в принципе мне этого хватает я думаю что на второй мощности можно убрать квартиру где-то в 90 квадратов и спокойно использовать его как основной пылесос я так думаю но на мой взгляд в доме особенно в доме где есть животные пылесосов должно быть несколько но чаще всего использую я именно его у меня есть робот пылесос я им пользуюсь у меня есть обычный пылесос стандартный я им пользуюсь реже но пользуюсь чаще всего конечно прибегаю к такого рода пылесосами когда у меня поломался мой вертикальный пылесос не хэнд стик такой достаточно объемный, я поняла, насколько же сильно мне его не хватает, потому что робот-пылесос хоть и делает работу за тебя, но он делает это долго. Если, допустим, кто-то должен прийти, либо очень много шерсти появилось, быстро что-то собрать, крошки какие-то, то на помощь приходят вот такие вертикальные пылесосы, это лично для меня. В режиме максимальной мощности пылесос действительно работает очень мощно, правда всего лишь 9 минут. Эту мощность можно сравнить со стационарным пылесосом, который работает от розетки, и вот я хочу сегодня вместе с вами сделать уборку с помощью этого пылесоса в таких местах, где уборку я делаю не часто, с помощью насадок, пройтись по плинтусам, почистить диван, и вот диван на балконе я хочу почистить на режиме максимальной мощности, потратить весь его заряд на этот диван и поставить на зарядку, после чего уже сделать остальную уборку. В комплекте с пылесосом идут 4 насадки, одна вот такая основная, которая идет для пола, вот такая насадка для текстиля, очень удобная, мне очень нравится, и 2 насадки для щелей, но они такие универсальные, и для текстиля я очень люблю проходиться по плинтусам, по стульям, по дверям, у меня на дверях есть выступающие части. Эти насадки продуманы, они идут вот с такой щеточкой, я всегда пользуюсь насадками щеткой, чтобы ничего случайно не поцарапать, плюс щеточки хорошо собирают из всяких щелей и достают различный мусор, но также их можно открыть и сделать насадку вот такой. В комплекте идет вот такое настенное крепление для того, чтобы держать сам пылесос и 2 насадки. Но я это крепление не прикрепила с той мыслью, что просверлить стены всегда успею, поэтому пока я этого не делаю, просто стоят подставки на подставочке, для вот этой насадки либо для той места на подставке, к сожалению, нет, помещаются только две вот эти насадки плюс пылесос. У меня как бы пылесос стоит за холодильником и необходимости пока его крепить я не вижу, если захочу, то сделаю это. Очень важный плюс у этого пылесоса то, что кнопку не нужно держать, просто включаете и нет необходимости зажимать кнопку. Из плюсов, на мой взгляд, это съемная батарея. Вы можете заряжать батарею как на пылесосе, так и без него. То есть, соответственно, вы можете купить аналогичную батарею и у вас всегда будет заряжена батарея. Пока вы пользуетесь пылесосом, заряжается другая. Это аккумуляторная батарея Samsung и спустя 500 циклов зарядки она сохраняет до 70% мощности. Но для меня очень важно то, что ее без проблем можно заменить, потому что это большая проблема у пылесосов, которые работают от подзарядки, а не от сети, что как только батарея выходит из строя, проще купить новый пылесос, чем попытаться что-то сделать со старым. Я, кстати, заходила на сайт ProExpert и у них продаются все части пылесоса отдельно. То есть, в случае, если вдруг у вас какая-то часть пылесоса вышла из строя, вы можете всегда купить какую-то деталь. И это выйдет гораздо дешевле, чем починить пылесос или что-либо заменять. Ну, вы, в общем, понимаете, о чем я. Если вы хоть раз сталкивались с сервисом, с поломкой пылесоса, то это большая проблема. То есть, если у вас там поломался аккумулятор, грубо говоря, то все, вам проще купить новый пылесос, дешевле обойдется, потому что стоимость ремонта обычно стоит там, как половина пылесоса. Пылесос, на самом деле, супер маневренный. То есть, вот здесь такая трубка, мне очень нравится им пылесосить. Он действительно заходит во все углы. Размер настолько какой-то удобный. Мне нравится тот факт, что с этим пылесосом можно подобраться практически везде. И щетка разработана таким образом, что на нее не наматываются волосы. Я знаю, что это такое. Здесь такое, как будто велюровое покрытие, и волосы на нее действительно не наматываются. Ну, а теперь о минусах, которые я для себя во время тестирования обнаружила, потому что я тестировала этот пылесос долго. Во-первых, он просто беспощаден к шторам. Не то, чтобы это огромный минус, но это факт. Как только вы подходите к шторам, их нужно обязательно сразу убирать, потому что пылесос наматывает их на свою щетку. Соответственно, я так думаю, он может выйти из строя по этой причине элементарно сгореть. Также, если у вас есть проблема разбросанных каких-то носков или еще чего-то, то он также беспощаден, просто беспощаден к носкам, к какому-то текстилю. Все, что он видит на своем пути. Ну, допустим, вы залезли под кровать с этим пылесосом, у меня есть проблема разбросанных носков у детей. Они бывают падают, я этот носочек не вижу. И залазю пылесосом под кровать, и слышу такой характерный звук. Сначала я, ну, когда первый раз пользовалась этим пылесосом, не поняла, в чем дело. А потом поняла, что, ну, сразу же понимаю по характерному звуку, что он что-то в себя засосал. И он не засасывает этот носок или что-то крупное вот сюда. Этот носочек или еще что-то остается вот здесь. И получается, что ему, ну, я думаю, что он перенагревается. Начала тестировать я этот пылесос в период линьки собаки. И вот эта шерсть, у моей такая объемная шерсть. И за один период того, как я пылесосила, скажем так, за один цикл, мне приходилось чистить контейнер раза три, потому что шерсть объемная. И даже если она не доходит до максимума, она забивается вот здесь. Но очистить контейнер проблем не возникает. И очень важный момент, это гарантия. На пылесос распространяется гарантия 2 года. На сайте производителя я прочитала, что они дают пользование своих пылесосов на тест-драйв. И меня это очень подкупило. Ну, а теперь давайте вместе с вами сделаем уборку. Я сейчас уберу свои волосы, наверное, в хвост, чтобы они мне не мешали. Почистим диван и сделаем такую уборку в различных углах. Так, у меня тут постирались тряпки. Тряпки, тряпки. Ой, там что-то есть. Короче, насадка для отвертки. Я не знаю, каким образом она сюда попала, но это явно может испортить стиральную машину. Сейчас загружу покрывало и поставлю на стирку и на сушку. И вся пыль, которая в нем скопилась, она будет вот здесь у меня на стиральной машине. Стирать буду порошком Джанда. Сухим порошком его нужно загружать прямо барабан стиральной машины. Так, выбираю хлоп, нет, синтетику 50 и сушку хлопок. Продолжение следует... Мы часто открываем окно и оно прям открыто продолжительное время. Соответственно, диван текстильный. Посмотрите, сколько пыли. Первый раз я его пылесосила таким образом. Так что я прям вижу, это именно пыль. Двоко продолжил. Двоко продолжил. Я не так часто протираю или пылесошу плентуса, мне больше всего нравится их пылесосить, чтобы лишний раз не возиться с тряпкой. С этим пылесосом это можно сделать быстро и легко, но нужно разделять эти действия, пылесосить плентуса и какие-то там молдинги, может быть еще что-то, и отдельно пылесосить пол, потому что заряда его не хватит. Мне заряда этого пылесоса хватило на то, чтобы пропылесосить плентуса в трех комнатах, это ванная, ну там не плентуса, но там какие-то щели, уголки, прачечная и наша прихожая. И также с полным зарядом я успела пропылесосить эти комнаты. В моем случае, если хочется заняться какими-то мелочами именно во всем доме, то отдельно использовать пылесос в качестве вот щелей, уголков, каких-то мест, которые неудобно вытирать тряпкой. И отдельный заряд пылесоса рассчитывать на то, чтобы пылесосить квартиру. Мне этого заряда не хватает на всю квартиру. У меня квартира 160 квадратов жилой зоны, плюс не жила, я если честно не очень знаю, как это считается. Пылесос очищается очень просто, конечно же, гораздо проще я это делаю, когда не снимаю, но вот тут на весу было немного сложно. Просто открываю мусорный пакет и вычищаю содержимое. Благодаря тому, что он легкий, это можно сделать даже на весу. Еще мне не очень нравится, что на вот этих частях щетки пылесоса собирается всякая ворса и не всегда она засасывается, приходится помогать себе руками. А также, когда чищу пылесос, сейчас буду все это дело счищать. Здесь такие как бы бархатистые штучки, которые и собирают на себя всю ворсу. Щетка при этом на себя ворсу не собирает практически. Так как покрывало я сушила на режиме сушки, высохло оно у меня достаточно быстро, сейчас буду его застилать. И сразу загрузила другую стирку, тоже на режиме сушки. У меня есть вот такой активный очиститель пластиковых окон и поверхностей от Майнелибы. Буду использовать его для того, чтобы протереть подоконники на балконе, в общем, сделать такую влажную уборку. Яна принесла куклу. Постоянно дети что-то приносят. Постоянно дети выучил. И... Постоянно дети что-то такше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это мое своеобразное рабочее место. Здесь я иногда монтирую видео, когда у меня особенно болит спина. Иногда за этим столом я также делаю поделки. Это стол моей старшей дочери. Он стоял раньше в ее комнате, до того, как мы сделали ремонт, поменяли мебель. И мне жалко было его отдавать, продавать, в общем, избавляться от этого стола. Я поставила его сюда. Не могу сказать, что он очень необходим. Нет. Но иногда я его пользуюсь. У меня тут есть коробочка со всякими ремонтами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас солнечная сторона, и здесь очень жарко. А зимой как бы дует холодно. Поэтому на балконах я и убираю не так часто. И, ну, пользуемся балконами мы действительно не часто. Именно по этой причине даже половина фотографии выгорели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В зимний период времени я достаточно часто пользуюсь сушильной машиной, потому что вещи очень долго сохнут. Ну, в общем, это проблематично. Но сушу я не все вещи. У меня совмещенная стиральная машина вместе с сушильной. Включаются эти режимы по очереди. Либо, ну, сразу можно запрограммировать стирку и сушку. И у меня моя сушильная машина портит вещи с принтом. Вещи из чистого хлопка очень сильно мнутся. Поэтому в сушильной машине в идеале я обычно сушу домашнюю какую-то одежду, которую не очень жалко. Либо ту одежду, которую я совершенно точно знаю, что не испортится. Часть вещей, которые схлопкают, наволочки, какие-то вещи, которые прям пересушились, у меня... Я два раза ставила на сушку, потому что слишком много вещей, и они не просохли. А теперь пересохли. Поэтому я их сразу буду отправлять в корзину для глажки. Я заметила, что если складывать вещи ровно после того, как сушильная машина закончила свою работу, если сразу открыть барабан и начать складывать вещи, трикотажные, они не требуют глажки вообще. Продолжение следует... Продолжение следует... На этом мое видео подходит к концу. До встречи в новых роликах. С вами была ваша Люля Власенко. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!